Девчонки и мальчишки, всем большой привет! Я очень рада вас видеть на своем канале. И сегодня у нас книжное видео, наконец-то! Да, небольшое лирическое выступление для девочек. Кому будет интересно, на губах у меня сегодня помада от Фаберлик. Вот это вот, артикул 45-85. Итак, книга. В общем, в этот раз у меня собралась такая, на мой взгляд, интересная подборка. И когда я каждую из этих книг читала, я думала, вот, дочитаю. И, наверное, надо будет сразу поделиться своими впечатлениями, потому что есть у меня такая особенность, что когда проходит время, я немножко теряю не то что впечатление об этой книге, но вот как-то теряю слова, которыми я хотела бы описать то или иное произведение. Но, естественно, у меня не получается сразу. И вот наступает тот момент, когда книг собралось уже несколько, я сажусь снимать видео, и вот хочу вам рассказать что-то интересное, но не всегда, наверное, получается. Итак, в этот раз я нашла две новинки от своего такого довольно любимого автора, Джорджо Моес. Немножко, честно говоря, предыдущие ее книги меня, ну так скажем, разочаровали. То есть, ну, были, может быть, в ее стиле, но для меня почему-то не очень интересными. И от этих двух новинок, ну, я не ждала чего-то особо такого впечатляющего, но наоборот, они мне даже очень и очень понравились, и я бы хотела посоветовать вам их прочитать, если вы тоже любите Джорджо Моес, да и вообще, если вы просто даже еще и не знакомы с таким автором. Первая книга называется «Танцующая с лошадьми». Я вообще очень люблю лошадей и все, что к ним относится, и эта книга, ну, в какой-то степени очень много рассказывает о лошадях, о выездке, о таком вообще виде спорта. Такая история, как обычно у Джорджо Моес, семейная, но семейная не об одной семье, а, можно сказать, да, о двух, о совершенно двух разных семьях с разными проблемами, можно сказать, даже практически из разных миров, но вот в какой-то момент вот они друг с другом пересекаются. Рассказывается нам о девочке, но она, скажем так, не центральная героиня. Все книги, она такой вот, как, знаете, как лакмусовая бумажка, если можно так выразиться, то есть она вот проходит как бы ее характер, ее поведение красной нитью через всю книгу, даже когда рассказывается о других героях. В общем, кто любит такие романы, ну, не сказать, чтобы прям какие-то такие сопливые, да, ну, как многие не любят, это интересная книга, действительно интересная, о взаимоотношениях, о лошадях, об детях-подростках, о семьях, о мужах и о женах, в общем, обо всем на свете, так что очень вам рекомендую. И вторая книга, которую я прочитала следом, называется «Вилла Аркадия». Ну, эта книга вообще, даже не знаю, вообще, если бы я не знала, что это автор Джо Моэс, я бы, наверное, даже и не подумала, что это она, как-то немного она несвойственная, что ли, ну, может, кто-то со мной не согласится. Да, она очень интересная, я не помню, сколько в ней страниц, но мне показалось, что вот история какая-то очень длинная, такая запутанная, начинается всё с, по-моему, даже не буду врать, наверное, с 50-х, может, годов, или даже чуть-чуть раньше прошлого века, о маленьком приморском городке, о укладе его жизни, о двух девушках, которые знакомятся, как бы в этом городке все друг друга знают, и тут приезжает такая богема в этот город, заселиться в новый такой красивый, необычный дом, вот в эту виллу Аркадия, так называемую. И, в общем-то, с этого история начинается, потом как-то нас автор переносит в нынешние дни, вообще рассказывается о другой женщине, о другой ситуации, и как бы мы немножко, ну, не понимаем, что, как, с чем связано, но в итоге всё нам объясняется. Ну, история о любви, конечно же, в первую очередь, и о взаимоотношениях, но концовка, кстати, да, концовка неплохая, но такая вот, не знаю, немножко небанальная, на мой взгляд, странноватая, но мне понравилась, вообще интересно, я люблю наблюдать за героями, о которых рассказывается, вот, знаете, когда они были молодыми, потом вот уже встречаем их в старости, и так далее, и так далее, вот какая-то вот такая семейная сага, очень интересная, на мой взгляд, так что те, кто любят такие книги, очень вам рекомендую. Следующая книга, автор Доди Смит, называется «Я захватываю замок». Я её нашла вообще на Лайвлибе, у неё было очень много, на эту книгу было очень много рецензий, что-то, знаете, ну, как сказать, когда, ну, в общем, мне стало интересно, начала её читать, и книга своим повествованием напомнила мне повествование «Сестёр Бронте». Я уж не буду говорить конкретно, каких именно, потому что я их частенько путаю, и не буду смущать ни себя, ни вас. В общем, такое неспешное, такое вот какое-то, даже не знаю, как подобрать слово, не самое захватывающее чтиво, но довольно интересное. Я почему-то сначала думала, что книга о современном мире, о современном времени, но нам года, по-моему, там не указывает, но это, ну, далеко не наше время, не двухтысячные, конечно. Тоже, возможно, это послевоенные годы, это Англия. Рассказывается нам о семье, которая живёт в старинном замке. Замок, к сожалению, находится в упадническом таком состоянии. Отец семейства писатель, который написал одну книгу, после этого у него как-то не заладилось с карьерой, его жена умирает, остаётся трое детей, двое девочек и мальчик. И, в общем, он становится таким затворником, не работает, детей своих особо не воспитывает, вот они сами по себе живут. В какой-то момент он находит новую спутницу жизни, прекрасную такую девушку, довольно мудрую. И, в общем-то, все они живут в этом замке, очень бедствуют, но в то же время мы видим каждого героя со слов девушки, от которой ведётся повествование. Она не видит в их бедноте ничего такого, как сказать, пугающего, страшащего. Она тоже мечтает стать писателем, она ведёт свой дневник, всё-всё-всё описывает. И мы как бы наблюдаем за всей жизнью в этом замке с её, так скажем, слов. Интересное повествование. Книга, конечно, тоже о любви, но, честно говоря, любовь такая... Как бы, я даже не знаю. Наверное, это книга о первой любви. Если ещё говорить вот именно о тех годах, то это всё довольно-таки невинно, но, честно говоря, мне главную героиню в конце было немного жаль, и я её опять-таки немного не поняла. Вообще, у меня часто такое бывает, что я героинь главных не понимаю, не принимаю их решений. Может быть, потому что я совсем другой человек по характеру. Но, в общем, интересно. Интересно, почему-то эта книга вызвала во мне какую-то ностальгию, какие-то свои воспоминания. Я очень долго ещё её переваривала, хотя вот вроде в ней нет какого-то чего-то особенного, захватывающего, но она оставляет очень приятное после вкуса. Я люблю такие книги. Что-то такое редкое попалось в моей библиотеке. В общем, нравится и советую вам тоже почитать. Следующая книга автор Татьяна Деране или Дерасне. Знаете, в разных как бы источниках по-разному называют этого автора. Я о ней первый раз услышала от моего любимого блогера Дель Ривьер. Она рекомендовала её книги, но тогда говорила, что она ещё не переведена на русский язык. Книги этого автора не переведены. Но вот мне посчастливилось найти несколько её книг на Литмире в сайте. И, естественно, я решила почитать. Довольно известный у неё роман, который называется «Русские чернила». И вот я его скачала, прочитала. Ну, пока я не могу сказать. Да, мне, безусловно, было интересно познакомиться с этим автором, но книга... Я бы сказала, во-первых, категория 18+, потому что там, по-моему, и в начале книги есть такое ограничение, то есть там есть довольно откровенные такие сцены. Дело, конечно, всё-таки не в этом, но тем не менее. Книга о молодом писателе, о Николе, фамилию я уже не помню, он очень прославился первой своей книгой, книгой, которую написал практически как не автобиографию, но основанную практически на реальных событиях. Книга получилась очень интересной, очень живая, он очень быстро прославился по этой книге, сняли фильм, актрисе из этого фильма дали Оскар. В общем, человек взлетел очень быстро на вершину, ну и, естественно, зазвездился. И как бы у него такой, конечно, писательский кризис наступил, когда первая книга очень популярная, а вторая, ну, практически не знает, он о чём её писать. И вот он приезжает на такой известный курорт отдохнуть и поразмышлять вообще, о чём ему писать как бы его вторую книгу. И тут как бы вот мы его наблюдаем на этом отдыхе несколько дней, и в основном всё крутится, конечно, возле него, возле его девушки, его внутренние какие-то метания и так далее, и так далее. Книга довольно-таки интересная, но оставила какое-то неоднозначное впечатление себе, потому что там есть несколько таких как бы небольших тайн, которые, я думала, откроются в конце книги, но они почему-то так и не открылись. У этого писателя как бы таким довольно таинственным образом пропал отец, и он как бы пропал в море, его тело так и не нашли, и, в общем-то, ну, как сказать, я всё ждала, что в конце книги это как-то объяснится, что случилось с его отцом, потом у него была какая-то таинственная работа, может быть, это было связано с этой работой, я вот всё ждала, ждала, когда же нам всё это объяснят, но так ничего и не объяснилось, в общем-то, может быть, в этом и была как-то вся интрига, в общем, неоднозначно. Если вам интересно познакомиться с этим автором, я, конечно, рекомендую к прочтению её книги, но в целом я бы не стала уделять какое-то особенное внимание данному конкретному роману. И последняя книга на сегодня, но не последняя в моём списке, автор Кейт Мортон, книга называется «Когда туман рассеется». Вообще, тоже у этой книги очень-очень много было рецензий и отзывов, многие её рекомендовали к прочтению. И я, когда прочитала аннотацию, мне тоже стало интересно. Книга тоже не о нашем времени, далеко не о нашем, это даже года довоенные ещё, наверное, там описывается, по-моему, ну, может, с года 35-го, потом военные годы, и потом уже немножко послевоенных и наше время. Мы узнаём о такой известной семье, довольно богатой, о жизни как бы в этом доме со слов горничной. В общем-то, всё и начинается с этой горничной, она нам рассказывает, у неё есть какой-то вот такой секрет большой, который она всю жизнь скрывала, и в общем-то, об этой семье уже в наше современное время решает одна девушка снять фильм. И так как эта горничная, она единственная, кто остался в живых из того поколения, ей уже очень много лет, и её как бы просят поучаствовать в создании как бы этого фильма, и в общем, она начинает вспоминать, как же всё было, и мы, естественно, вместе с ней возвращаемся. В те дни она всё описывает, и мы потихонечку, потихонечку узнаём о жителях этого дома, о том, чем они занимались, какие у них были характеры, об их чувствах, об их отношениях, и чем же всё это закончилось, что за тайну она скрывала и хранила столько лет. В общем, очень мне понравилось, очень. Да, книга, ну, естественно, тоже всё о любви, у нас же все книги о любви у девочек, но это не самое главное, как по мне, не основное. Но, как бы, и эта история в любви, она вот есть в завязке, и, в общем-то, естественно, всё заканчивается именно тоже по причине страстных чувств героев. Вот, мне очень нравится, что, как бы, автор в самом начале нас интригует, как бы, каким-то секретом, и плавно-плавно всю книгу подводит к развязке. То есть, нету каких-то таких, ну, как бы, скачков, чем грешат, да, многие нынешние авторы, вот, туда-сюда, современный, несовременный мир, одни герои, другие, и как-то иногда даже путаешься. Здесь же всё очень, так, основательно подготовлено автором, очень всё красиво и подробно описано, в общем, рекомендую. Очень мне понравилась эта книга. Я сейчас с этим автором знакомлюсь поподробнее и скачала несколько ещё её книг по разным рекомендациям, так что, я думаю, вы услышите об этом авторе и об её книгах ещё чуть-чуть попозже от меня. В общем, это было и всё. Я и так много-много здесь наговорила для вас. Надеюсь, было интересно. Обязательно пишите, что читаете вы, что вам сейчас нравится, и обязательно увидимся в следующем видео. И пока-пока!